Ассоциация боевых искусств Казахстана и проект НашБоец.КЗ представляет. Ассаламу алейкум всем зрителям и подписчикам канала НашБоец.КЗ. Друзья, в сегодняшнем выпуске мы поговорим о надвигающемся ACA 111, который пройдет 19 сентября уже в эту субботу в городе Москва. Но помимо того, что непосредственно будет сам турнир, вообще само это действие ACA 111 начинается завтра. 15 сентября в Москве пройдет пресс-конференция, на которой впервые с глазу на глаз, так скажем, встретятся оппоненты ACA 111. То есть фальткарда этого, да, получается. Вчера, да, вчера, если не ошибаюсь, в час 10 туда в Москву вылетели наши ребята. Это Артем Резников, Егор Кичигин и Александр Сарнавский. Да, я понимаю, Александр Сарнавский не наш парнишка, это все-таки россиянин, да? Но чуть попозже об этом. Также я думаю, что уже туда отправились уже и Аслжан Бахчанало со своим тренером Алмасом Ализаковым. Ну, я думаю, что уже наверняка либо, наверное, сегодня, либо завтра утром они туда стартанут. Вот, то есть еще раз хочу напомнить, завтра будет пресс-конференция. Ну вот, и об этом есть у меня небольшие интервью, и есть что сказать по Сарнавскому, есть что сказать про Артема Резникова, так что оставайтесь с нами. Представляет премьеры кино и сериалов, лучшие детские и познавательные телеканалы, весь мировой спорт и эксклюзивный UFC TV, прямые трансляции турниров, архивы ярких боев, аналитические программы, интервью, обзоры и реалити-шоу на одном канале в высоком качестве и с отличным переводом. Только в сети TV.com. Ищите на ваших смарт-ТВ Samsung, LG, Android TV и на смартфонах Android в Google Play. Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Итак, друзья, как я уже говорил совсем недавно, получается 7 сентября, это вот неделю назад, прошел званый обед дяди Расулу, это почетного президента Азиатской лиги Ахмат. Вот здесь вот будет выпуск с этим, ссылочка на этот выпуск, где собрался, опять же был званый обед, дяди Расул его организовывал, вот, и там были наши топы, да, нашего ММА, одни из топов наши Артем Резников, получается, да, Егор Кичигин, пожалуйста, Адиль Бурамбаев, то есть и другие ребята также были, и деятели были. И там я взял интервью, непосредственно взял небольшое маленькое интервью у Александра Сарнавского и у Артема Резникова, там еще и у Адилия взял на самом деле, но с Адилием чуть попозже поговорим про Адилия. Вот, почему я заостряю внимание на Александре Сарнавском, я вам сразу скажу, дело в том, что Александр будет драться в этом AC111 в главном бою вечера против Абдул-Азиза Абдул-Вагабова. Я вам честно скажу, друзья, я с Абдул-Азизом знаком лично. Сюда, когда он прилетал, в общем, с визитом, по приглашению, вот, меня опять же дед Расул, Расул Джамалдиев, почетный президент Азиатской лиги Ахмат, приглашал туда на эту встречу, и тогда я познакомился, тогда, по-моему, если не ошибаюсь, Абдул-Азиз первый раз, да, вот, завоевал пояс. Тогда это еще была ACB лига, вот, но с ним я за одним столом не сидел, чай не пил, так скажем, да, друзья. Здесь вот с Александром Азарнавским удалось вот посидеть за одним столом, пообщаться, посмеяться, пошутить, там, ну, в одной компании мы сидели, и как-то, честно вам скажу, вот, сразу же вот мне вот Александр стал вот ближе. Вот я не буду этого скрывать, все-таки какая-то человеческая симпатия к нему появилась. И я буду болеть в этой схватке, наверное, больше именно за Александра Азарнавского. Тем более, друзья, тем более. Вот маленькое интервью, послушайте его. Ну, подготовка прошла именно сборы здесь, в Казахстане. В первую очередь я хотел пройти сборы в горах. Мы с Артемом Резеньком и Егором Кичинским. То есть, друзья, Александр Азарнавский готовился к этому поединку, к очень важному поединку, ответственному поединку в своей жизни. Здесь, в Казахстане, в Алмата. То есть многие наши бойцы уезжают куда-то за границу, 5-20-е. А труба Азарнавский приехал к нам. Ну, очень приятно. Очень приятно, честно вам скажу. К сожалению, интервью такой там оборвалось, технические причины. То есть, вот так получилось. Теперь, друзья, что касается Артема Резенького. Артем будет участвовать, как я и говорил, да? Против Юсуфа Раисова. Давайте дадим слово самому Артему Резенькову. Все, внимание на экран. Артем, приветствую. Совсем мало времени осталось для твоего рандеву с Юсуфом Раисовым. Ты все больше и больше, опять же, хочу подсказать, значит, становишься похож на своего оппонента. И вопрос сразу же у меня такой. Как вообще проходит подготовочка, во-первых? И во-вторых, что, как вот ваше интернет-общение, инстаграм-общение прекратилось или есть какое-то продолжение? 15 сентября будет пресс-конференция. Я думаю, она будет очень жаркая. А где будет проходить? В Москве. В Москве, да. Там будет увидеть себя с ним к лицам к лицу. Так у нас много было слов сказано, много по интернету, по телефону. Но первый раз мы друг друга увидим. А есть какое-нибудь послание Юсуфу? Послание показать хороший зрелищный бой. Я жду его 19 числа в лучшей его форме. Вот так вот, друзья. В ближайшее время, я думаю, завтра выйдет выпуск, где мы поговорим о Нурбергене Шарипове и его сопернике на ASEE 111. А на следующий день, получается, послезавтра поговорим про Егора Кичигина и про его соперника на ASEE 111. И уже, наверное, на заправочку такую, на самое вкусное, с мотивационной речью для наших пацанов. Я уже сделаю, наверное, к пятнице. Будет отдельный выпуск, и там мы непосредственно поговорим про Юсуфа Раисова. И каковы же шансы Артема Резникова на эту схватку? Жду ваших комментариев, друзья. Давайте пообщаемся, только без оскорблений. Такие чуваки у нас будут блокироваться. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Ассалам алейкум. Аравидарчи. Субтитры подогнали Симон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин